Сегодня в программе «Правда-24» Михаил Задорнов. Не совсем он, но он будет присутствовать виртуально, потому что он автор трех рассказов, по мотивам которых губернский театр поставил весну. Что это такое, нам расскажет исполнитель главного роли Александр Соколовский и руководитель губернского Сергей Безруков. Прошу. Так, добрый вечер еще раз. Значит, просто вот для тех зрителей, которые послезавтра придут в губернский, не раскрывая всех секретов, рассказать, что это такое. Задорнов. Вот Задорнов все знают как юмориста. Это всеобъявляющее понятие Михаила Задорнова. Это все. Теперь это его рассказы. Приходите, посмотрите. Ушел от ответа человек-всеобъявляющее понятие Сергей Безруков. Тогда, Александр, вопрос к вам. На сайте театра написано, что вы, условно говоря, дублер, потому что есть еще три, как минимум, исполнительные роли. Или, наоборот, это они дублеры у вас? Дублеров нет. У нас есть просто два артиста, которые играют главную роль Юры. Мы не дублеры, мы взаимозаменяющие друг друга актеры. Сегодня у нас сбор труппы, десятое число. И этот сезон посвящен, конечно, такой вот молодежной теме. То есть спектакль «Весна», молодежный спектакль. И пять спектаклей детских. Очень важно вот это вот детское направление в театре. Мы обновляем детский репертуар. Причем делаем это красиво, я надеюсь. И у нас будет пять красивых детских спектаклей. Так что смотрите, а где-то в декабре у нас будет детский спектакль. Не будем о нем пока говорить. Придем, расскажем в следующий раз. У нас сменяемость, как вы уже знаете, вы у нас не первый раз, Александр, у нас сменяемость кошек. Мы в проекте кошек пристраиваем зрителям. Как? Вера. Вера или Лера? Вера. Странное имя, кстати, для кошки Вера. Вера. Да, вот это Вера. Вера. Она вся трепещет. Она вся трепещет. Видимо, узнала. Конечно. Узнала, да. Видимо, смотрит молодежку. Мы найдем хозяйку или хозяина. Думаю, надеюсь на это. Я уже не предлагаю. В театр обычно я предлагаю, но здесь уже мы с этим... У нас есть. Да, я знаю. У нас есть. И собаки есть, и кошки есть. Расскажите мне все-таки, почему Задорнов? Это проект из какой-то личной дружбы, из... Как вообще вот эта идея возникла? Я просто расскажу про историю. Мы с Мишей знакомы уже давно. Как я и думаю, да. И он друг театра. Он буквально с самого начала, когда я пришел и возглавил театр, он уже смотрел и «Капустники» присутствовал, а тем более для ребят, когда на «Капустнике» присутствует Михаил Задорнов, для них это особое волнение, потому что юморить в присутствии Михаила Николаевича, ну как. И Миша абсолютно искренний человек, абсолютно открытый, очень любит юмор сам и очень любит, когда другие юморят и высоко оценивает юмор. Понятно, что ребята волновались, но он настолько тепло и радушно принимал все шутки, в том числе и в свой адрес. Он друг театра. И я для себя отметил, насколько он, помимо того, что он великолепный, потрясающий сатирик, у него огромная аудитория зрительская, его любят, его обожают. Но я для себя открыл его и автором рассказов потрясающих, лирические, очень такие искренние рассказы и о любви, и о жизни. И мне захотелось, на самом деле, я видел несколько постановок его рассказов в Риге, видел в Минске, и мне захотелось, чтобы в моем театре тоже был спектакль по рассказам Задорнова. В нашей стране. Более того, это такой эксперимент, связанный с тем, что я решил в своем театре дать возможность ребятам просто поэкспериментировать. Дело в том, что малая сцена на 200 мест, но это гораздо больше, чем в других театрах. Это такая серьезная малая сцена на 200 мест. Для эксперимента, для того, чтобы ребята могли попробовать, не знаю, это экспериментальная режиссура, это экспериментальная, допустим, драматургия. Для эксперимента. Мои ребята, актеры, сами по себе еще великолепные актеры, Женя Гаманова и Степа Куликов, поскольку они себя пробовали в капусте очень много раз, я пригляделся к ним. Они довольно симпатично делали капусту. Всегда. А я очень, так сказать, хитро, как художник руководитель, очень хитро всегда обращал внимание на то, как они мастерски работают с капустным материалом. Они сами придумывают, пишут, потом это разыгрывают и режиссируют. Я приглядывался, приглядывался, а потом говорю, хорошо, я дам вам возможность поставить спектакль. Вот вам рассказы Задорнова, я вас познакомлю с автором. Не просто так, я вас познакомлю с автором. Вы с ним встретитесь, и у вас будет возможность поставить спектакль по его рассказам. Я дам вам возможность сделать спектакль. А уж тут дальше посмотрим, насколько это получится. Я уверен, что получится, потому что настолько они увлечены этим процессом, они импровизаторы, они снимают кино. То есть это такая история, это связано еще и с практически вот Саша, поскольку они работают уже долго, он уже поговорит на то, что вы знаете, Сергей Витальевич, мы уже снимаем практически полный метр. Значит, у меня будет уже практически в багажнике Московского губернического театра уже отдельное кино, снятое по рассказам Задорнова. Так что я также с удовольствием и с предвкушением хочу посмотреть премьеру. Понятно, что это будет сдача художественного руководителя нашему консовету, но я уверен, что это будет интересно. Интересно. Это самое главное, чтобы это было интересно, чтобы это было абсолютно импровизационно, чтобы это было с таким ощущением праздника в душе. А Саша артист великолепный. Он недавно пришел в Московский губернский театр. И что самое важное, хочу отметить, когда актер хочет работать в театре. Знаете, бывает так, что зовешь в театр, а актер на самом деле думает, да зачем, у меня и так полно. Саша занимается он постоянно и в телевизионных проектах, он востребован абсолютно каждодневно. Но тем не менее, что касается театра, театр это работа, я сам фанат театра. Я бы тоже мог бы не заниматься театром, потому что у меня тоже полно. Но вот это вот ощущение влюбленности в театр, вот это меня очень поразило. Поэтому я передаю слово Саше. И он уже, пускай, ну только не рассказывай все про проект «Весна», не выдавай всех секретов, расскажи, что ты изнутри видишь и знаешь и понимаешь. Да, вот вопрос уже. Я понял. Спасибо, Сергей Тальчик. Перед, Сань, теперь тебе слово, давай. Самое главное, что я хочу сказать по поводу этого спектакля, для всех Михаил Васильевич Задорнов откроется с... Николаевич, Николаевич, я тебя сейчас услышу. Для всех. Придет, наругается. Михаил Николаевич. Михаил Николаевич Задорнов откроется для всех с очень интересной стороны. Все действительно его воспринимают как писателя-сатирика, а здесь серьезная социальная драма. Для меня это произведение было, когда я его читал просто на бумаге, я думал, что это действительно написал Задорнов. И вот в этом самом состоянии мы абсолютно не думаем о том, что это написал Задорнов. Мы просто делаем такой очень серьезный, с такой очень тяжелой внутренней драмой спектакль. Это, по мне, это будет крайне интересно, учитывая еще все наши эти фишки, которые там ребята придумали. Мы действительно снимаем кино, мы не ставим спектакль. Эти фишки? О чем речь? Я не буду о них рассказывать. Эти фишки работают, когда ты на них вот только вот натыкаешься. Увидим послезавтра. Для меня этот процесс, в который я попал, в который меня вот так вот так, вух, у меня в него погрузили, и я в нем сейчас так, то есть пытаюсь барахтаться, это очень здорово. Это классно, и это будет очень интересный спектакль. А вы читали только вот, условно говоря, вот «Весну» вот эту пьесу, или все три рассказа на основе? Там четыре рассказа. Четыре, да? Да. На сайте написано, что три. Вот здесь. Вы знаете, я доверяю художникам, которые взялись за материал. Я думаю, что, наверное, Михаил Николаевич просто предложил еще рассказ, потому как я уже дал на откуп и сказал, друзья мои, вот вам автор, причем это прекрасно, когда ты работаешь живым автором. Не то, что ты что-то додумаешь, фантазируешь, а может быть, так думал, наверное, автор, когда он писал это произведение. И в этом проблема, когда ты за автора что-то придумаешь, он написал это там век или полтора века назад, а ты за него додумаешь, наверное, вот это имел в виду. Здесь есть живой автор, Михаил Николаевич, действительно глубокий, абсолютно автор, который, помимо того, что он умеет потрясающе веселить людей, он потрясающий философ, Михаил Николаевич, который довольно-таки серьезные вещи порой говорит на своих концертах. Просто надо хотя бы раз прийти на концерт Михаила Николаевича Задорнова и послушать, насколько он начинает играть словами, а за этим огромный глубокий смысл. И причем разговор-то порой становится абсолютно серьезным, ибо да, мы посмеялись, смех смехом, а возникает еще тот самый серьез, который необходим нам. Мы можем, конечно, смеяться и дальше, но за каждым смехом, если это глубокий автор существует, потрясающая идея, очень глубокая идея, это то, что есть у Михаила Николаевича. Поэтому просто надо общаться. Я-то с ним общаюсь, надо с ним общаться, надо его знать. Он действительно очень сильный. Все зрители губернского с ним будут опосредованно общаться, приходя на этот спектакль, я так понимаю. Ваш герой, опять же, не знаю всех фишек и тайны, то, что написано, он вырывается из неких жестких схем, так вырисовывается, социума. Вам, я вот не про Юру говорю, а про Сашу Соколовского, из каких-нибудь жестких схем приходилось вырываться? Каждый человек в этом мире живет в системе. Даже если ему кажется, что он живет не в системе, в любом случае, если он хоть что-то в своей жизни повторяет, он уже живет в системе. Страшно, когда человек кроме системы ничего в своей жизни не видит. И как раз Юра это тот герой, который ничего кроме своей системы в жизни не видит. Спектакль будет о том, как он будет пытаться из этого вырваться. Я, наверное, выбрал свой путь таким, чтобы постоянно из этой системы каким-то образом выкарабкиваться. То есть я очень люблю в этой жизни все новое. Я люблю открывать какие-то новые истории. Я очень увлекаюсь разными экстремальными видами спорта и простыми видами спорта. То есть я очень люблю путешествовать. Я стараюсь, чтобы моя жизнь постоянно приносила мне какое-то новое удовольствие. Но при этом все равно каждый раз, когда ты возвращаешься в систему, ты понимаешь, что ты опять едешь домой по этой же самой дороге. Нет, надо, наверное, поехать теперь по этой дороге, потому что я же по этой каждый день езжу. Эта система, она в нас присутствует всегда. Кто по гороскопу? Водолей. Это что-то объясняет. А какие виды спорта? То есть хоккей, это очевидно, да, что снимаете молодежки, вы освоили там этот вид спорта. Да, он экстремальный? Хоккей, это вообще самый сумасшедший вид спорта, потому что это тот вид спорта, в котором нужно выключать свой страх. А вот просто не играет в хоккей. Да, кстати, да. Действительно, когда тебя 100-килограммовая электричка на скорости спечатывает в борт, в общем, это ощутимо. Действительно, хоккей, это не для слабонервных вид спорта. Я очень рад, что он в моей жизни появился, что я сейчас играю в любительской лиге. Есть в Москве ночная хоккейная лига, где играют любительские команды. Я играю за команду Роснефти. У нас сейчас как раз турнир вот с осени начинается, серьезный. Так что хоккей, это такая моя спортивная отдушина, в которую я вообще, ну, прям погружаюсь. Такая штука, переключающая меня от этой самой системы, опять же, в которую нас мир старается погрузить. Вообще, я пловец. Всю жизнь занимался плаванием. То есть, ну, это тот спорт, с которого я начал, наверное, свой спортивный путь. А так, я люблю все экстремальные виды спорта. Правда, к сожалению, в нашей профессии, наша занятость не позволяет нам очень часто заниматься тем, что мы хотим. Ну, потому что кино и театр все-таки это вещи, которые требуют очень большого вложения временного. Не только морального, но и временного. Поэтому тут приходится выбирать, что тебе важнее. Вообще странно, потому что все коллеги ваши, я имею в виду цех актерский, они жалуются на то, что очень много свободного времени, что все время приходится быть вот в состоянии стендбай, ожидания каких-то предложений. Я еще не знаю. Сергей Дальчик, у вас много свободного времени? Совершенно. Я, конечно. И у меня его тоже. Здесь же понятно, когда мы... Постоянно просто думаешь, куда же потратить свободное время? Даже вообще пойти? Нет, ну, давайте все-таки не будем передергивать, потому что, в общем, я не знаю, самый востребованный или уж входящий топ-5 самых востребованных отечественных актеров, это одна история. Все-таки в профессии занято больше, чем 50 или 1000 человек. Поэтому мне поэтому ваш вот этот тезис показался очень удивительным. Как и многие другие, которые вы там озвучивали в других интервью. Допустим, мне было очень странно слышать вот из уст, и очень приятно слышать из уст молодого человека о том, что вот вы себя ощущаете, допустим, ну, патриотом. Это очень... Это не в тренде, так скажем, в богемной среде и в вашей возрастной группе. Это стремление как бы вот делать что-то не так, как все, или это какая-то другая мотивация? Знаете, каждый человек будет говорить о том, что он хочет делать что-то не так, как все. Это очень такое стало популярное философское течение, такое, как вы выразились, тренд. Нужно просто делать то, что ты хочешь, то, что тебе нравится, и то, чего ты получаешь удовольствие. По поводу времени, вот вы говорите, что есть люди, которые говорят, что у них много свободного времени. Кто запрещает человеку свое время занимать чем-то, чтобы тебя развивало, улучшало? Да, возможно, у тебя сейчас нет работы. Иди, занимайся вокалом, танцами. Например, я очень люблю танцевать. Помимо всего вот того, что в моей жизни происходит, я стараюсь уделять и танцам очень большое внимание. К счастью, к счастью, в Московском театре... А вы можете вот такой, сейчас прям продемонстрировать? Вот так вот, просто, чтобы... И звук вылетел. И сейчас это нормальный, это живой пластический момент, как я говорю. А мы слышим по-прежнему Александра? Звук на месте. Вот это профессионализм. Вот на самом деле, самая живость Москвы 24. 24 часа в сутки. Абсолютная, абсолютная живость. Здорово. Я вот на самом деле... Я даже не знаю, кому здесь аплодировать, потому что я так понимаю, что... Я думаю, что здесь на самом деле аплодисмент, конечно, Саша, потому что я-то это тоже обожал всегда, когда сразу сходу, когда тебя просят... Так меня отец всегда учил. А когда ты, допустим, тебя просит, а ты, ну я не знаю, я сейчас не готов, я не готов, ты не артист. Ты должен сразу быть готовым. И везде, в кино, на самом деле, когда просят тебя сразу. Ну как, артист — это понятие действительно сразу, движение, акт, действие. Поэтому я не знаю, я растерялся. Нет, не всегда экспромт. Ведь есть же такого рода актеры, которые, ну вот условно говоря, ну как это, режиссерские называются, которые вот ждут установки и выполняют. Я насколько понимаю... Стилизуй меня Мерхоль, понятно, есть такая замечательная фраза. Сел он напротив режиссера, ну давай, предлагай. Ну что значит, предлагай? Я так понимаю, что этот худрук, вот он так, типа, делайте, что хотите, а я оценю, да? Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. В общем, поэтому... Интересно, ребята двигаются, конечно. Ну, Саня, понятно, у них подготовка хорошая, вот, но тем не менее. Интересно. Ну, мы потом встретимся, еще поговорим уже о следующем спектакле. Я надеюсь на это. Я знаю, что у вас, раз уже прозвучало здесь вот слово отец, родители совершенно не имеют никакого отношения к творчеству, да? Это правда. Да, кто они? Мама у меня маркетолог, а папа рекламным бизнесом занимался. Как родители отнеслись к вашему выбору по профессии? За что я им очень благодарен. Меня всегда поддерживали. Наверное, видели мои горящие глаза. Ну, во-первых, они сами сделали ошибку в том, что в детстве отвели меня в театральную студию. А-а-а. В детский театральный... Понятно. В детский театр-дуэт. Он сейчас... Это уже театр... Раньше это была студия, теперь это театр-дуэт в Петербурге он находится. И, в общем, это была роковая ошибка, потому что я влюбился в этот процесс, я влюбился в театр, в детский театр. И после ряда гастролей и спектаклей в Петербурге я играл как раз... Играл я Труфальдина. И вот после этой роли Труфальдина я понял, что, наверное, это та профессия, которой мне хочется заниматься. И, видя, наверное, мои горящие глаза и желание поступать в театральный вуз, они, в общем, поддерживали это все. Вы как-то сравнили отечественную систему театрального образования с Ладой Калиной, что это... Ну, в том смысле, что это, в общем, прошлый век, что у нас очень сильно отстает... Вы знаете, Лада сейчас на московском автопроме такие концепты предложила, так что, может быть, это не совсем уже корректное сравнение. Нет, но, тем не менее, действительно, как вы считаете... Просто раньше... Смотрите, какая была история. Раньше после, если я правильно понимаю, после выпуска из театрального вуза было распределение по театрам в советское время. Ну, да, естественно. Вот. Сейчас, ввиду того, что распределения нет, актера через 4 года обучения в театральном вузе отпускают на свободное плавание. Ну, прям просто в море. И дальше, дорогой мой друг, барахтайся, как хочешь. То есть не занимаются, на самом деле, дальше-то. Ну, вот он выпустился, и дальше называется вот как самоустроиться, и все. Да, но, с другой стороны, раньше это ведь была обязаловка, потому что там не было возможности выбора. Отец расскажет, что они всегда на выпускном, они песню пели. «Не боимся мы распределения». А в глазах у каждого было. Значит, этого в Амхат уже взяли, этого взяли туда в Ленкомсе. Они-то поют с ощущением праздника, другие, понятно, вы-то не боитесь, потому что вас уже взяли в театр столичный. А нам ехать за 3-2 мили. А что вы думаете о нашей системе образования? Ну, в отрасли, я имею в виду. Дело в том, что раньше были мастера и были учителя. Дело в том, что раньше все-таки уделялось внимание еще конкретно просто как системе обучения, когда действительно обучает мастер. Если раньше посмотреть на все театральные вузы, то там действительно был курс такого-то. И этот мастер, у него самого были звезды на плечах, регалии такие, это был метр. И все понимают, что попасть на курс вот к этому мастеру. А сейчас это уже немножко понятие немножко подстерлось, потому что мастера, их вроде не знаешь, кто они, чего и что, что они в своей жизни достигли. Да, есть, допустим, играющий тренер, есть неиграющий тренер. Но, тем не менее, раньше все-таки понятно попасть, ну, там, курс Табакова, да, там, Райкинский курс, да. То есть это были все мастера. А сейчас получается так, что не всегда актер, который может даже обучать реально, да, у которого уже есть опыт богатый театральный, пойти набрать курс, слишком много дел в жизни решать, еще тратить свою жизнь на то, чтобы набрать огромное количество ребят и обучать их. Это уже не каждый на это пойдет. И поэтому и школы-то сейчас, они уже немножко, так сказать, отличить, допустим, актера, МХАТовская школа, или Щукинская, или Щепкинская. Сейчас, мне кажется, это уже понятие немножко подсердилось. Есть просто театральная школа. Ну, вот в губернский, безруковый, может попасть человек, не имея никакого диплома? Прийти и сказать, я себя ощущаю актером, но вот не учился этому. Или все-таки это? Все относительно, все относительно. Относительно, потому что бывают ребята, которые, девчонки, которые, может быть, и никогда не учились этому, но есть, допустим, природный талант, который можно развить. Понятно, что хотелось бы, чтобы люди все-таки имели некий навык хотя бы того самого минимального мастерства, которое они получили в какой-либо из этих школ театральных. А потом дальше можно развивать. Я всегда любил, и так меня обучали мои мастера, Олег Павлович Табаков, и отец меня учил. Нет ничего прекрасней правды на сцене. Правда. Нет ничего прекрасней правды. И вот смотри, здесь игра в правду. Игра в правду. Сейчас мы поиграем. А правда в том, что ты выходишь и живешь так, как ты действительно реально чувствуешь своего героя. Ты не играешь, а ты живешь на сцене. Все так просто. Выходите и живите на сцене. Уж поль скоро мы упомянули игру в правду, мы в нее и поиграем. Вы уже знаете, как это выглядит. Я Александру объясню. Здесь четыре фишки. Вера сразу занервничала. Давайте вы заберите на всякий случай. Я очень боюсь за трепетную девушку. Она очень красивая, очень трепетная и очень ухожая. Я надеюсь, что все у нее состоится в жизни. И вся сейчас она вот сейчас вот так. Да, это от стресса. Это от стресса. Так, здесь фишки четырех цветов. Вы выбираете одну и такого же цвета выбираете карточку. Карточки распределены по группам вопросов. Здесь вопрос на подумать, узнать, кто это такое. Откровенные, неловкие и свободные. Свободные, это значит, я вам сам вытащу карточку. Так, с вас, Александр, и начнем. Любую фишку. Так, белые. Ну, это стало быть, я выберу вам. Ну, пусть он. Ну, красный. Белый выбер красный. Да, белый – это свободный вопрос. Откровенный вопрос. Занимались ли вы сексом вне дома и где? То есть надо самое экстремальное, да, место назвать? Ну, я думаю, что не самое экстремальное, а… Хотя, да, давайте самое экстремальное. Наверное, самое экстремальное – это была кабинка для переодевания на пляже. Не удивили. Не удивили. Если бы вы сказали, что где-то вот на сцене губернского… Тогда в жизни он не позволил себе это делать на сцене никогда. Что вы, что вы. Нет, а на сцене… А если худрук скажет? Нет, на сцене, на сцене. На сцене. На сцене. Спектакль должен быть о любви. О любви. Вот что самое у каждой. Да? А секс и любовь – это совсем разные вещи? Да. Хорошо, поверил. Как символично, что мы первый вопрос на телевидении. На сексе. Желтый. Любую желтую. Любую желтую. Любую. Да. Ух ты. Выгоняли ли вас из клуба-ресторана за что? Никогда. Неловкий вопрос, да? Никогда. Хорошо. Никто и никогда не выгонит вас из губернского. Даже если вы придете 12-го числа, и вам не может не понравиться, и вы захотите там остаться, до следующего спектакля вас никто не выгонит оттуда. Так, я предполагаю. Да, если ты просишься. Все по одному вопросу? Да, по одному. Я на прощание дарю вам книжки. Ну, в качестве пиара я пиарюсь. Это 24 кадра «Правда» про кино. Очень надеюсь, что наши беседы когда-нибудь в одной из следующих книг этой серии пойдут. Спасибо, Александр. Спасибо. Спасибо, Сергей. Спасибо. Приходите еще. Ваши время летит очень быстро.